У православных христиан завершается Страстная неделя и близится самый главный праздник – Пасха. Последние дни поста имеют свое особое значение и смысл. Сегодня в пятницу пройдет вечернее богослужение с выносом плащаницы Иисуса Христа. Плащаница – это изображение тела Христа. Многих людей на слуху такое выражение, как туринская плащаница. Это то самое полотно, та самая ткань погребальная, в которую был завернут Христос после снятия со креста для погребения. Это древняя традиция, обычай – заворачивать человека в погребальные пелены. В Великую Субботу, в День Покоя, когда Христос в огробии, во храме будет проходить Божественная Литургия, по окончанию которой состоится освящение пасхальных снедей – куличей, пасок, яиц. По словам иеромонаха Иоанна, точного времени воскресения Христа неизвестно, поэтому пасхальное богослужение проходит ночью. В этом году это произойдет в ночь с 15 по 16 апреля. Мы начинаем богослужение в половине 12-го, и ровно в 12 часов крестный ход вокруг храма. Он символизирует шествие ко гробу Христа. Мы подходим к закрытым дверям храма, когда обойдем крестным ходом вокруг. И эти закрытые двери символизируют собой пещеру, где полагался Христос для погребения. После чего поется впервые тропарь Пасхи, и прихожане заходят в храм, наполненный светом. Все эти богослужебные традиции и обычаи являются не просто символом, а делают человека участником всего того, что совершалось много лет назад. Мы вновь и вновь каждый год переживаем все эти события по-новому, каждый в меру своих сил, в меру своих духовных способностей и развития своего духовного. По словам настоятеля храма, для христиан Пасха – это освобождение от духовного плена, потому что все человечество страдает от своих недостатков, грехов, страстей и пороков. И Христос через свою смерть, свое распятие и воскресение дает каждому человеку духовную свободу. Анастасия Колесникова, Амарбек Газиев. Новости. Телеканал Среда.